МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С которыми мастер Кисти проводит занятия в детском развивающем центре Аленка. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Век 21-й достаточно стремительный и напряженный для того, чтобы тратить попусту время свое и чужое для выяснения возникающих проблемных вопросов. Упрощение и оптимизация всех процессов, будь то сфера промышленная, сельскохозяйственная или учебно-воспитательная, таковы задачи, которые ставит глава государства перед руководителями. И это вполне разумное требование. Такие же задачи ставят перед собой сотрудники налоговых органов, говоря, есть вопросы, проблемы, мы поможем и советам, и делам в рамках контрольных мероприятий. И добавляют, основной задачей налогового контроля является стимулирование плательщика к законопослушному поведению, предотвращение правонарушений в сфере налогового законодательства и предпринимательской деятельности. Лариса Смолович продолжит тему. Илья Топоровский – молодой и перспективный бизнесмен, имеет ряд летних павильонов, которые пользуются у населения неплохим спросом. Недостатка в клиентах нет, а потому и дело идет, по словам Ильи, достаточно успешно. Занимаясь любимым бизнесом уже несколько лет, индивидуальный предприниматель регулярно и честно платил налоги. Но, конечно же, подразумевал, что настанет тот час, когда придут с проверкой. На языке налоговых инспекторов это называется контрольным мероприятием. Проверили. Оказалось, что все в большей степени благополучно. Но волнение все-таки присутствовало. У страха глаза велики. На самом деле, ну, прошла она хорошо, быстро, достаточно оперативно, работает отлично. Поначалу было, конечно, страшно, но по итогу все прошло замечательно. Замечания-то были? Ну, были, конечно, нарекания, естественно, потому что за пять лет в любом случае в начале деятельности какие-то были нюансы в том плане, что был неопытен, где-то какие-то пропустил моменты, были нарекания. Но ничего серьезного в ходе плановой проверки не было выявлено. Наказания никакого? Штрафных санкций? Ну, были штрафные санкции, опять же, незначительные. Значит, вы так вздохнули свободно? После проверки – да. Такие плановые контрольные проверки, которые инспекторы Московско-налоговая осуществляют постоянно, согласно графику, ни для кого не являются секретом, и тем более нет задачи выискать нечто плохое. Есть желание помочь как начинающим, так и опытным дельцам. Тем более упредить всегда проще, чем наказать. За истекший период текущего года, то бишь за 4 месяца, отделом контроля проведено около 100 проверок кандидальных предпринимателей и дополнительно допричислено в бюджет более 780 миллионов рублей, из которых практически 100% поступило в бюджет. Но основными нарушениями деятельности, которые устанавливаются в ходе проверки, являются занижение выручки от реализации товаров, работ, услуг, завышение себестоимости товаров, работ, услуг, что неизбежно влечет в занижение налоговой базы и, соответственно, неполную уплату налогов. Налоги – обязательное условие жизни цивилизованного общества, ведь казна государства формируется из наших с вами поступлений в нее. Стабильность и экономическая мощь страны также зависят от этого. В Беларуси налоговое законодательство постоянно упрощается и совершенствуется, но какие бы шаги ни предпринимались, полностью освободить предпринимательскую деятельность от контроля невозможна оптимизация налогового регулирования взаимоотношений между государством и налогоплательщиками заключается в разумном сочетании фискальной и стимулирующей функций налогов. Основными задачами налогового контроля являются стимулирование плательщика к законопослушному поведению и, соответственно, предотвращение нарушений в сфере налогового законодательства и предпринимательской деятельности. За пять месяцев текущего года инспекции по Московскому району города Бреста проведено 355 плановых комплексных проверок у субъектов хозяйствования, в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели. По результатам проверок доначислено и уплачено в бюджет этими субъектами хозяйствования более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Как видите, цифры до уплат в бюджет достаточно велики, а это все наши пенсии, наше медицинское обслуживание и многие другие социальные гарантии, а потому проверки будут. Но в настоящее время в целях совершенствования контрольной деятельности приоритетными направлениями определено их упорядочение. Выбор плательщиков осуществляется. По установленным критериям ведется тщательная предпроверочная подготовка. В число проверяемых не так давно попало предприятие «Лесоторговая база», занимающейся продажей пиломатериалов, сухого строганного погонажа, вагонки, доски пола. Как отметил главный бухгалтер фирмы, карающей руки он не заметил, а ошибки и недочеты присутствуют у всех. Все люди чему-то учатся. Знаете, такого особого волнения не было. С документами все в порядке, хоть и оборот большой. Ну, проверка прошла замечательно. Указали на маленькую ошибку. Одна? Одна и все. И вы ее учли, исправили? Естественно, учли, исправили. В следующем у нас ее уже не будет, не повторится. Знаете, ну, наверное, контроль со стороны государства должен быть. Ну, и делают они свою работу, выполняют. Ну, не напрягает сильно вас? Вот там не третируют, что ух? Ну, на данном этапе нет. Нет, это раньше, когда проверки проходили месяц-два, что чуть ли фирму не закрывали. А сейчас же они не мешают. Но бывают и другие случаи. В ходе плановой проверки в 2014 году, проведенной работниками налоговой инспекции по Московскому району города Бреста, частного предприятия, занимающего заготовкой дикорастущей продукции, установлено следующее, что организация в 2013 году занизила налогооблагаемую базу для исчисления НДС по товарам, одруженным странам Таможенного союза, вследствие чего налоговыми органами доначислено и предотвращено незаконного возврата из бюджета НДС в сумме 19 миллионов рублей. В то же время налоговыми органами выявлены факты необоснованного отнесения в организационные расходы стоимости испорченной продукции без наличия документов, подтверждающих, что виновные лица установлены на сумму свыше 400 миллионов рублей. Чтобы избежать подобных не совсем приятных случаев, работники налоговых инспекций на регулярной основе и проводят контрольные мероприятия предупредительного и профилактического характера, но все-таки инспекторы отмечают возросшую ответственность бизнесменов. Я работаю давно и я бы хотела отметить, что да, все-таки повышается ответственность из года в год. Наверное, это благодаря и действующему налоговому законодательству, и политике, и республике, соответственно, снижение налоговой нагрузки, упрощение ведения учета, ну и все-таки люди становятся более сознательными. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. Активная заготовка кормов проходит сейчас по всей Брестской области. Летний день год кормит. Такая поговорка не зря используется и сегодня. От того, насколько грамотно и технологически правильно будет заготовлен корм для животных, зависит и наличие мясомолочной продукции на полках магазинов и в целом развитие всей отрасли, что для Брещины как края аграрного имеет большое значение. А потому в заготовительной кампании принимает активное участие не одна государственная служба, в том числе и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые отвечают за пожарную безопасность кормозаготовок. На одном из рейдов мониторинга ситуации в Драгичинском районе побывала и наша съемочная группа. Подробности в материале Анастасии Стравко. Мало кто знает, что сено и солома, заготовленные не по правилам, не только вредят животным, так как не насыщены необходимым количеством питательных веществ, но еще и весьма пожароопасны. При определенном воздействии высоких температур, что не редкость для летней поры и не соблюдение технологий сбора и хранения, такое явление, как самовозгорание, не редкость. Не нужны ни спички, ни обвиняемый во всех бедах алкоголь. Достаточно просто пустить дело на самотек и не контролировать уровень содержания влаги. Каждый день ведется контроль хранения грубых кормов в сеноскладе. Мерается температура, мерается влажность, ведется журнал качества грубых кормов. Влажность сена должна соблюдаться в рулоне, чтобы не превышала 17%. У нас таких случаев нет, чтобы сена уже превышала. Мы смотрим на поле, удерживаем технологию и прессуем его. В случае, если будет повышенная влажность, стены надо разрезать тюки и потрошить его. С целью предупреждения пожаров в каждом хозяйстве ведется строгий учет и проводится тщательный анализ состояния заготавливаемых кормов. Следят за ситуацией и осуществляют свой мониторинг и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Согласно установленному графику, инспектор посещает сельхозобъекты, на которых ведется заготовка кормовых, и проверяет соблюдение техники противопожарной безопасности на всех этапах работ. При проведении мониторинга мы непосредственно смотрим, обращаем особое внимание на исправность первичных средств пожаротушения, наличие воды в ямкостях, а также ограничение доступа у стройных лист на территории стены складов. Также мы проверяем влажность. Такой контроль должен позволить избежать как пресловутого человеческого фактора, так и влияния природных особенностей и обезопасить процесс летних сельскохозяйственных работ. В деле противопожарной безопасности не бывает мелочей. Именно поэтому такое пристальное внимание не кажется излишним. Скорее наоборот, такой грамотный и ответственный подход к делу у каждого специалиста позволит сохранить не только продукт сельского хозяйства, но и здоровье тружеников села. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Пресс-конференция прокурора Брестской области Ивана Носкевича состоялась в преддверии профессионального праздника – Дня прокурорского работника, который в нашей стране традиционно отмечают 26 июня. Поздравляя своих сотрудников с этой праздничной датой, руководитель областной прокуратуры отметил. Что именно от их работы зависит соблюдение законов и, как следствие, порядок на улицах и покой граждан. А потому в первую очередь пожелал здоровья и сил, которые позволяют и дальше работать на самом высоком профессиональном уровне. За прошедшие пять месяцев сотрудниками прокуратуры были проведены проверки эффективности реализации государственных программ в промышленном комплексе, сохранности и финансовой дисциплины на предприятиях, обоснованность и законность мер, принимаемых налоговыми органами. Все зафиксированные нарушения либо уже исправлены, либо должны быть устранены в кратчайшие сроки под контролем прокуратуры. Если сравнивать динамику преступности с таким же периодом прошлого года, у нас наблюдается небольшой рост в целом на 3,5%. Но я должен сказать, что ситуация управляемая. Почему? Количество преступлений, которых выросло, связано с ростом преступлений в сфере оборота наркотиков, хулиганств – это те преступления, которые возбуждены в основном по инициативе самих правоохранительных органов, в то время как ранее в отношении таких же деяний могли проводиться проверки в рамках, допустим, административного процесса, то, что касается хулиганств, либо же вообще принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. На этой неделе совместное совещание провели специалисты Комитета госконтроля и прокуратуры. На повестке дня стоял лесной вопрос. Анализ деятельности предприятий лесохозяйственной отрасли показал, что она по-прежнему остается очень зависимой от бюджетного финансирования, что является недопустимым при том потенциале, который имеет этот сектор народного хозяйства. Лес при грамотном подходе может приносить серьезную прибыль, но по ряду причин этот ресурс не используется в полную силу. Несмотря на положительную динамику развития лесохозяйственной отрасли региона в целом и выполнение лесхозами основных довезенных показателей, имеется и ряд существенных недоработок и недостатков. В части, к примеру, незаконной вырубки лесов, невыполнение порядка использования лесосечного фунда и предоставления участков, а также нарушение антикоррупционного законодательства. Одна из причин, которые лежат в основе подобного положения дел – отсутствие должного контроля за соблюдением порядка и норм законности со стороны руководителей учреждений лесного хозяйства на местах. Но списывать все проблемы только на управленцев нельзя. Решить назревшие вопросы можно, выработав многостороннюю комплексную программу, затрагивающую все этапы работ. Будут выработаны и предложены конкретные меры по рассмотрению материалов, дана принципиальная оценка торжественным лицам, и предложены пути выхода из сложившейся ситуации. «За здоровый образ жизни» с таким говорящим названием с 10 июня на Брещене впервые стартовала межведомственная областная акция, которую можно назвать своеобразной преамбулой к 10-й международной выставке-ярмарке «Содействие здоровому образу жизни-2014». Акции и ярмарки «Здоровье дни» открыты информацией и круглые столы. На протяжении двух месяцев на всей территории Брестской области сотрудники санитарно-эпидемиологической службы совместно с другими заинтересованными службами будут вести масштабную пропаганду здорового образа жизни. В ее рамках – обязательное посещение детских оздоровительных лагерей. В рамках акции «За здоровый образ жизни» по маршрутам пригородных сообщений «Брест-Лунинец» и «Брест-Барановичи» будет организован поезд здоровья, в котором примут участие волонтерские бригады из числа специалистов областных учреждений здравоохранения. Акция закончится 10 сентября, накануне 10-й международной выставки-ярмарки «Содействие здоровому образу жизни». Масштабно отметили в регионе Международный Олимпийский день. Брещена – край с солидным багажом наград. В настоящее время на счету берестейских спортсменов 21 медаль в шести видах спорта безусловно не остается в стороне от празднований. Уже не один в год в городе над Бугом в Центре спортивной славы края проходят соревнования юных атлетов в рамках традиционной спартакиады. Десятки юных атлетов со всей Брестской области приехали в Брест, чтобы сразиться за звание самого быстрого, ловкого и физически подготовленного спортсмена. Данный проект инициирован представительством НОК Беларуси в нашей области и проводится с 2008 года. Главные цели, которые ставят перед собой организаторы мероприятия – это вовлечение молодежи в Олимпийское движение, поощрение наиболее активных атлетов и создание спортивного резерва. Вы смотрите итоговую программу на канале Буг.ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном, интересном. Скажи здоровому сердцу «Да». Под таким жизнеутверждающим девизом 26-27 июня на Брещене прошла республиканская медико-просветительская акция по профилактике болезни системы кровообращения. В области подобное мероприятие проводилось в этом году третий раз. О внимательном отношении к работе своего жизненно важного органа свидетельствовал большой поток желающих узнать о состоянии своего здоровья. Конечно, такое количество стремящихся жить здорово и здорово – отрадный факт для докторов. Однако, к сожалению, число страдающих от сердечных недугов меньше не становится. Как правило, при сердечных недугах врачи советуют обращаться в Брестский областной кардиологический диспансер. Один из региональных центров специализированной медицинской службы, направлены на противодействие самым распространенным заболеваниям сердца нашего времени. Наличие современного оборудования, творческий подход врачей к процессу лечения, визитная карточка кардиодиспансера. Но самое главное – профессионализм специалистов этого учреждения. Об одном из таких врачей – кардиологи от Бога – расскажет наш корреспондент Виктория Драгобецкая. У нее открытое сердце, золотые руки. Коллеги ее уважают, а пациенты боготворят. Речь идет о Берине Николаевне Мельник, заведующей кардиологическим отделением Брестского областного кардиологического диспансера. Еще на третьем курсе Гродинского мединститута Ирина Николаевна поняла, что лечить сердца – ее призвание. С тех пор минуло почти 15 лет, и сегодня, будучи опытным специалистом, уверенно говорит, без кардиологии я себя не представляю. Она тем более прогрессирует, она развивается, она идет вперед. Мы больше можем помогать людям. И вот это, наверное, самое главное. И в ней еще есть будущее, есть чему развиваться, чему-то узнавать. И понимаете, чем дольше работаешь, тем реально понимаешь, что еще очень многого не знаешь, что у тебя есть чему учиться, есть где учиться самое главное. И самое главное, что тебе создают условия для твоей работы. И это действительно так. За 30 лет работы в области лечения системы кровообращения специалисты Брестского кардиологического впитали в себя лучший опыт национальной и мировой кардиологической практики, добившись заметного успеха профилактики и лечения болезней сердца. А последние годы можно и вовсе назвать эпохой большого скачка. Специалисты диспансера провели нашу съемочную группу в самое сердце – пультовую комнату отделения рентгенно-эндоваскулярной терапии. Это пультовая, это центр нашего отделения вместе с операционной. В этом отделении производятся все высокотехнологичные операции – коронарография, стентирование коронарных артерий, постановка имплантируемых устройств. Это все делается в непосредственном тандеме с отделением Ирины Николаевны и с кардиологами диспансерного отделения, потому что они, благодаря ним, пациенты дальше выхаживаются и наблюдаются. Каждый день перед Ириной Николаевной встает серьезный выбор – то, что она называет самым сложным в профессии доктора. Назначить пациенту медикаментозное лечение или оперативное вмешательство. И здесь главное – соблюсти врачебную заповедь, не навреди. Наша героиня поделилась своим особым методом, который помогает ей принять верное решение и действовать наверняка. Метод, которым, увы, пользуются далеко не все, кто произнес клятву Гиппократа. Всегда я считала самое важное – обсуждать все это с коллегами. То есть, если ты не уверен, в чем-то сомневаешься, всегда можно обсудить с другими людьми. Одна голова хорошо, пять голов всегда лучше. Я не стесняюсь никогда ни у кого спрашивать. И самое главное, наверное, вот это качество должно быть у всех. Спросить. Я считаю, что корона ни у кого от этого не упадет. Посоветоваться, лишний раз подумать и сделать правильный выбор. Безусловно, такой подход – визитная карточка настоящего профессионала, знатока своего дела. Неустанный поиск истины в делах сердечных и желание помочь ближнему. Облегчить боль и страдания – вот те качества, за которые Ирину Николаевну любят как пациенты, так и коллеги. Я горжусь и безмерно счастлива, что в нашем учреждении, в главном учреждении по болезням системы кровообращения области, работает такой специалист, как Ирина Николаевна. Это профессионал с большой буквы. Это человек с большой буквы. Это вот то сочетание, когда профессионализм и человеческие качества идут вместе. И когда наша самая заповедь важная – врачей не навреди – идет на первом месте. Когда взвешиваются все за и против. Когда изучается не только, скажем, состояние свойств органов и системы человека, а все-таки его и социальный статус, и семейное положение, и психоэмоциональное состояние. И доктор, взвешивая это, оценивает, как человеку помочь, имея в руках, безусловно, все возможные для этого инструкции. С Ириной Николаевной нам очень комфортно работать. Это очень высококвалифицированный специалист, который я, в принципе, доверил бы даже здоровью своего родственника и близкого человека. Вы знаете, доктор очень хороший, внимательный. Она как-то пчелка, все трудится. Она с кабинета, с палаты в палату постоянно ходит. И ее не увидишь, чтобы досидела где-то там что-то. Она очень беспокоится за нас. Спасибо за ее золотые добрые руки, за ее характер, за ее сердце доброе. Спасибо ей очень большое-большое ей спасибо. Говорят, у кардиолога должно быть отзывчивое сердце. Только так он сможет лечить по-настоящему, словом, лекарством и Божьей искрой своего сердца и своей души. Наша героиня отпускает выздоровевших пациентов с легким сердцем и добрыми напутствиями. Так и подобает сердечным делмастеру и кардиологу от Бога. Пожелось им здоровья, здорового сердца. Но сердце, говорят, у нас должно любить. Я хочу пожелать, чтобы они любили себя, любили своих близких. А своим коллегам хочу пожелать, чтобы они любили себя, свою работу и своих пациентов. Именно любили. Тогда они будут к ним относиться так, как к себе бы относились, так бы хотели, чтобы к ним относились их коллеги. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Огромным количеством грандиозных мероприятий, выставок, концертов, акций и форумов была отмечена минувшая неделя. Одним из таких ярких и захватывающих праздников искусства стало открытие персональной выставки брестской художницы, талантливого педагога и настоящего мастера живописи Алены Парабкович. Ее необычные картины превзошли ожидания брещан. Они вышли за рамки формы и сегодня радуют глаз тех, кто приходит по делам или за покупками в торговый комплекс «Дидас Персия». Нашему корреспонденту Анастасии Ноздрин-Плотницкой удалось встретиться с талантливой брестской художницей и познакомиться с необычной, на первый взгляд, вкусной выставкой. Смотрите сюжет. Идея создания выставки «Витамины» у Алены Парабкович появилась давно. Согласно планам девушки, экспозиция должна была состоять из 20 работ. Однако фантазия и творческое вдохновение дали о себе знать. Поэтому цикл «Полотен» пополнился еще несколькими экземплярами. Вот у меня цель стояло 20 картин сделать в одном стиле, чтобы дети увидели труд, то есть работу. Не столько вдохновение увидели, да, вау, сделал и забыл, а сколько труд и работу. Ну вот здесь представлено 22 работы, так как вдохновение прошло еще дальше и хватило на 22 работы. Работы, представленные на выставке, создавались на протяжении нескольких лет. Сочные персики и апельсины, киви и гранат. Все эти любимые гости любого праздничного стола удачно объединились в одну тематическую экспозицию. Помогал Алене творить любимый супруг Дмитрий, который не только морально поддерживал художницу, но и предлагал будущих героев картины. Сложности не знаю, чтобы там были какие-то, в принципе, это больше не столько сложно, сколько интересный процесс. Ну, составлял, да, ну, мы какие фрукты составили, какие лучше там советовались, что с чем как-то больше по вкусу сочетается еще. Мы думали об этом, составляли и, в принципе, ну, итог в этом, по сути. Свою выставку Алена Поробкович посвятила в первую очередь своим любимым ученикам, с которыми она проводит занятия в детском развивающем центре «Аленка». Как настоящий педагог, Алена Сергеевна считает, что лучший образец для подражания – это личный пример. Наверное, поэтому ученики Алены Поробкович с удовольствием посещают экспозиции любимой учительницы. Тема фруктов, она мне очень нравится. Любимая работа – вот эта с вишенкой и с арбузиком. Почему? Ну, потому что они самые заметные, мне кажется. Витаминная экспозиция будет работать в Дидосперсии еще несколько недель. За это время брещане и гости города над Богом смогут насладиться не только высоким качеством работ, но и погрузиться в мир теплого лета, который, по прогнозам синоптиков, обязательно скоро придет. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 29 июня погоду на Брещене в основном будут определять теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем на большей части территории сильный порывистый ветер, но теплый южного направления. Температура воздуха минимальная ночью 15-17 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 26 градусов. 30 июня с юго-востока Польши на территорию страны переместится активный атмосферный фронт. Ожидается поступление очень теплых воздушных масс тропического происхождения. На большей части территории Брестской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди, возможен град, местами сильный порывистый ветер. Очень теплая будет ночь, синоптики прогнозируют 20 градусов тепла. Таким же по-летнему комфортным от 19 до 21 градуса окажется и день. Быть может, лето уже вступит в свои права. Будем надеяться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова